Парикмахер Сидим с одной из моих хороших знакомых в Скайбаре где-то в США. Но чтобы более детально, у нее очень хорошее западное образование и сейчас она руководит отделом международных отношений в крупной компании. И вот что она мне утверждает. Вы мужчина не взрослете после пятого года жизни. Что ты имеешь ввиду? Мне стало смешно и интересно. И она продолжает. Есть три вещи, которые женщина должна дать мужчине. И все, он счастлив. Эта женщина должна покормить мужчину, обращаясь на него внимание как на ребенка. И должна сделать его счастливым физически. А то он будет себя вести как пятилетний ребенок, даже если он доктор наук. Вы очень базисна. Вика жила в доме напротив. Как правильно подметила Марго, это был спальный квартал недалеко от центра Вены. Вика была москвичкой. И у нее не было хорошего интернета дома. Так что иногда она гостила у меня, чтобы смотреть очередную серию исторического сериала. Мне-то этот сериал вообще не был интересен. Но рыжеволосая кудряшка была довольно красивой. И к тому же игрива. Так что иногда приходилось смотреть этот сериал. И в один день у нас был такой разговор. Вика, я тебе говорю, до меня тут женщина жила. Откуда ты знаешь? Вон смотри, в ванной маникюр стоит. Она стала заразительно смеяться. Чего ты смеешься, я честно говорю. Маникюр не может стоять, это процесс. Ты имеешь в виду лак для ногтей. Мне тоже стало смешно, но я хотел еще отстоять. Ну, у нас в Ереване так говорят. А вдруг это был мужчина, который использовал, как ты это называешь, маникюр? Я недовольно посмотрел на нее. Слушай, как ты это себе представляешь? Как мужчина может использовать маникюр? Он что, будет сидеть на диване и красить ногти на ногах? Вика стала еще громче смеяться. Не уверен, ее более смешило то, что я говорил. Или мой кавказский акцент. Или, наверное, микстура обоев. Одна из моих хороших друзей, европейка, рассказывала, что когда я стукнула 40, друзья ей сказали, окей, так как ты больше не выйдешь замуж, тебе надо завести котенка. В том же году она вышла замуж, и у нее прекрасная семья и красивые дети. И как говорилось в известном фильме, в 40 лет жизнь только начинается. Вообще-то, сегодня я должен был говорить о гендерном равенстве. Но я предпочтел немножко поменять тему и говорить о разных взглядах на жизнь. Недавно прочитал хорошую шутку в интернете. Парень говорит, я тоже помогаю жене по дому. Когда она пылесосит, я поднимаю ноги. Помню, это произошло около 8-9 лет тому назад. Мы поехали в одну из пограничных деревень преподавать здоровый образ жизни учителям. Так вот, когда мы вошли в класс, вся аудитория состояла из учителей. И женщины сидели отдельно впереди, мужчины отдельно сзади. И что бы мы ни делали, как бы мы ни старались, в дискуссии только участвовали мужчины. Женщины мирно молчали. Так вот, гендерное равенство для меня – это то, когда и у женщин, и у мужчин равные права. Это когда пол не решает, кто прав, а кто нет. Это то, когда у женщин равные права на обучение, на работу, выбор и тому подобное. Гендерное равенство – это естественно и заложено природой. Но кто бы что бы ни говорил, я не понимаю экстремистическое высказывание. Гендерное равенство – это женщина-президент страны. Они неухоженные женщины, которые не бреют подмышки и ставят это на показ. По-моему, это некрасиво. И даже, я бы добавил, негуманно к мужчинам. Гендерное равенство – это когда мужчина может хорошо готовить еду на кухне, а не думать, что у него есть право быть беременным. Гендерное равенство никоим образом не противоречит естественным вещам, когда мужчина ведет себя как мужчина, ухаживает за женщиной, а женщина ухаживает за собой, чтобы понравиться мужчине и чтобы мужчины ею любовались. Был в Петербурге. Честно, не ожидал такой красоты и такого вайба. Вечерком сидим в баре с красивой жительницей Питера. И я ей говорю, какой классный город. А она в ответ, это не город классный, это я классная. Мне нравится, когда женщина так говорит. Но представьте, если бы мужчина так сказал. Даже как-то некрасиво, неэтично я бы добавил. Да, у нас много различий, и мне приятно видеть эти различия. В этом и кроется красота жизни. Кристиан Диор сказал, настоящая женщина должна быть вредной и капризной. Не то, чтобы я на сто согласен с этой мыслью, но вот, например, я злюсь, когда друг опаздывает на встречу. Но когда опаздывает женщина, но приходит она в прекрасном виде, в запахе от Диора и с узамемительной улюбкой, это нечто. Одна из самых прекрасных женщин, я когда-либо встречал, мне говорила, лучше опоздать на встречу, чем прийти в неухоженном виде. У нас был пациент, остроумный парень, 7 лет, настоящий маленький джигит, и пациентка, 4-летняя красавица. Так вот, девушка надела желтое красивое палитное платье, и когда парень это увидел, посмотрел на своего отца и сказал, поди принеси мой костюм. Да, у нас много различий. Ученые доказали, что человеческий мозг – это гендерозависимый орган, и у него много анатомических и функциональных разниц в зависимости от пола. Например, мозг мужчины больше по размеру, а гипокампус – больше у женщин, который отвечает за обучение и меморизацию, и работает тоже по-другому. Амигдала, которая отвечает за эмоции, наоборот, больше у мужчин. Также доказано, что женщины склонны употреблять больше слов, когда обсуждают или описывают какое-нибудь явление человека, объект, место или чувство. Мужчины лучше делают одно дело одновременно, а женщины хорошо справляются с разными делами параллельно. Мозг мужчины более склонен к риску. Наш мозг получает больше эндорфинов, ощущения удовольствия, когда находимся в рисковой ситуации. И чем больше награды, тем вероятно, что мы возьмемся за этот риск. И в конце я бы хотел процитировать одно выражение бывшего американского президента Обамы. В целом, в мире есть традиция опрессивных женщин, и воспринимать их разнообразно, и не дать им самим возможностям, и мужики убить их жопы, и дети не отбиваться в школу. Это традиции. Возвращение женщин и женщин как вторгласса жители. Это плохие традиции. Они нужны изменения. Так же в отличие от Deutschland indicателей.